Самое интересное в экономике это то, что касается наших с вами кошельков. Хабаровский край на 16 месте в стране по доле высоко оплачиваемых работников. Официальную зарплату выше 100 тысяч рублей в нашем регионе получает около 4,5% работников. Около 13% умудряются как-то жить на официальный заработок ниже 15 тысяч рублей. То есть практически на минимальный размер оплаты труда. Большинство же жителей Хабаровского края получают зарплату в диапазоне от 21 до 49 тысяч рублей. Таковы данные РИА-рейтинг. Напомню, официальный прожиточный минимум его на днях опубликовал Хабаровстат. Для трудоспособного населения он увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 94 рубля и составил 14 тысяч 228 рублей. Для детей 14 тысяч 158 рублей и для пенсионеров 10 тысяч 802 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем плюс 58 рублей. Вакансии на месторождении рудного золота и на обогатительной фабрике открыла компания «Амурзолото». Требуются механик, слесарь, ремонтник, лаборант, горно-рабочий аппаратчик, гидрометаллург и флотатор. Жить в общежитии, работать вахтами. Зарплаты разные от 40 тысяч рублей, как заявлено в банке лакансий по аналогичным запросам. «Амурзолото» входит в группу компании «Русская платина» и занимается геологоразведкой добычи золота и серебра на месторождениях в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Расходы на онлайн-игры растут быстрее, чем расходы на еду и путешествия, гласят исследования, в среднем на 15% в год. Интересная, платежеспособная аудитория для банкиров. Банки уже обеспечили геймерам выбор. К примеру, у «Альфа-банка» есть сразу 4 карты для любителей играть в танчики и еще 3 для других онлайн-игр. Но доступна вкладчикам такая карта только с 18 лет и обслуживание от 0 до 50 тысяч рублей. Можно представить себе обороты по этой карте. Дешевле карты «Тинькофф-банка» до 1188 рублей за обслуживание, баллы за покупки в категориях «Игры» и «Супермаркеты», плюс кэшбэк на определенных условиях, конечно, и 6% годовых на остаток по счету. Почта-банк откроет карту геймерам с 14 лет и предложит партнерские программы Федерации киберспорта России. Однако в среднем наш гражданин покупает геймерские новинки не так часто, примерно раз в месяц. Рейтинг повседневных расходов все тот же. На первом месте траты в супермаркетах, затем ЖКХ и расходы на транспорт. Следим за новостями экономики и потреб рынка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова